На сколько дней можно уезжать с территории Польши, чтобы сохранить материальные выплаты и все остальные преимущества? Привет всем! Вы на канале Санита, меня зовут Настя Бабич. Именно об этом вопросе пойдет сегодня наша речь. Вы подписывайтесь на канал, а я начинаю. Поехали! Украинцы, которые прибыли на территорию Польши во время военного положения, могут оставаться легально без приобретения каких-то дополнительных статусов на территорию Польши до 24 августа 2023 года. Но в спецсуставе фигурирует информация о 30 днях, во время которых украинцы могут отсутствовать на территории Польши, не теряя при этом никаких плюшек. Что же это за 30 дней и как их рассчитывать? 30 дней – это суммарное количество дней, которые вы можете находиться за территорией Польши в течение 18 месяцев. Вы можете разбивать эти дни как вам угодно на протяжении этих 18 месяцев. Но если ваше нахождение вне территории Польши превысит 30 дней, вы будете, к сожалению, лишены всех преимуществ, которые обеспечивает государство. Для повторного въезда в Польшу у вас обязательно должны быть биометрический паспорт, белый паспорт, выданный посольством Украины или нацвиза типа D. Без этих документов ни въезд, ни выезд в Польшу будет невозможен. Если у вас закончились 90 дней и вы захотите выехать хотя бы на несколько дней в Украину, то есть за пределы Шенгена, въезд будет возможен либо по визе, либо через 90 дней. Учтите, что наличие разрешения пребывания до 24 августа 2023 года не дает вам права путешествовать по странам ЕС. В любой момент у вас могут запросить документы легальности нахождения в странах Евросоюза. На данный момент это либо без виз 90 дней, либо национальная виза, либо карты побыта. Также хочу напомнить, что через 9 месяцев вы сможете податься на карту побыту по упрощенной схеме, то есть вас не будут требовать справку о доходах, медицинское страхование и т.д. Карта будет выдана на 3 года. Если вы планируете надолго оставаться в Польше, то воспользуйтесь этой возможностью. Также хочу обратить ваше внимание, что все отъезды и уезды, особенно длительные, сейчас будут очень внимательно контролироваться. Особенно для тех, кто получает 500+, потому что это нагрузка для польского бюджета. Если вы собираетесь уезжать на срок больше месяца и вы получаете 500+, останавливайте выплаты в ЗУСе. Сделать это можно двумя способами, либо написать им письмо, либо обратиться непосредственно в ЗУС. Не забывайте, что если вы этого не сделаете, вас ждут взыскания пеня. И как обычно в конце видео не забывайте оставлять свои реакции, комментарии, вопросы под видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok